В Ури-Богородское, Душёного, Каблуково и ещё семь деревень, два села и столько же посёлков объединяет вокруг себя Угодневское. В субботу его жители празднично отметили День поселения. Площадкой для гуляний вот уже не первый год стала деревня Протасово, самое древнее поселение в Угодневе. О нём писали ещё в конце 15 века. Сегодня здесь выращивают не только яблоки. В Протасовской аномальной зоне, где по рассказам местных жителей приземлялся НЛО, сил набирает проект «Космосад», центром которого стала стилизованная летающая тарелка. Летом этого года к ней устремилась сеть велодорожек. Ещё один оригинальный элемент благоустройства. Открытие приурочили ко дню поселения. О бугодневских архитекторах узнала вся Московская область. Проект номинирован на конкурс «Сады Подмосковья». Протяжённость его прогулочных дорожек составит около километра. Пешеходная зона будет продлена где-то порядка 900 метров будет. То есть на этой беговой дорожке, или как её можно сказать, специальной дорожке, можно будет проводить различные виды соревнований среди детишек. И на роликах, и на велосипедах. Для нашей шпаны ненаглядной, маленькой и повыше, в различных возрастных категориях. На торжественном открытии Дня поселения Николай Сорокин отметил почётными грамотами социально активных предпринимателей. На них администрация поселения делает ставку. В пяти создаваемых в Огодневском зонах промышленно-предпринимательской активности будут открыты не только рабочие места, но и созданы комфортные условия проживания. Проект уже обсуждается на инвестчасах в администрации района. За год в Огодневском на средства губернаторской программы была построена 200-метровая пешеходная зона у местной школы. Сюда съезжаются учиться дети из 13 населённых пунктов. Услышали и увидели, что действительно динамично развивается сельское поселение Огоднево. Не было бы этого развития, если бы не было взаимодействия между исполнительной властью и представительной властью в лице Совета депутатов. Сегодня очень много говорят о полномочиях, переданных, не переданных на уровне района, на уровне поселения. Я вам хочу сказать с полной ответственностью, что глава поселения Николай Алексеевич, Совет депутатов, администрация сельского поселения Огоднево решает комплексно все вопросы, касающиеся жизни жителей сельского поселения. Хотелось бы сегодня пожелать, конечно же, процветания и движения только вперёд. Поздравления и подарки администрация вручила долгожителям, отметившим круглую дату рождения. В ряду юбилеаров супруга отставного офицера Веры Васильевна Ушкова. Здесь все жизнерадостные, весёлые, любят жизнь. Это самое главное. Живу в Огодневе. Сколько лет? Сколько лет? Уже 60 лет. А вы чем гордитесь поселением? Чем поселением? Ну, своим народом. Очень дружный. Коллектив очень дружный, сплочённый. Администрация уважает жителей. А это самое дорогого стоит. В Огодневе я всю жизнь прожила. Мне 79. В планах местных властей завершить строительство в деревне Огоднево пришкольного физкультурно-оздоровительного комплекса и пристройки к ней на 10 классов, параллельно реконструируя старое здание. В ближайшее время будет сдан фельдшерско-акушерский пункт в Клюковино. На следующий год построят ФАПы в Душонове и в бывшей школе деревни Алексеевка II. С ним в одном здании разместится небольшой сельский клуб. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щёлково».